не помню этот случай что спрашивали спрашивали тоже о лечении вот как относится лечение а лечение там ну каким-то средством что вот опять таки я прошел через эти все лечения мне надо не лечение мне надо вылечиться мне надо опять таки вот как некоторые говорят от чего-то я там спасаюсь вот таким-то средством мне надо не спасаться а спастись вот эта большая разница поэтому очень важно как говорю кузьма прутков смотреть в корень то есть понимать на каких процессах значит базируется ли там жизнится как-то там они говорят мудренно то есть на каких процессах стоит здоровье человек основана на на чем именно и и вот эти то процессы надо своей жизнью обыденной жизнью поддерживать в норме когда мы это не поддерживаем и думаем что нам тут что-то поможет вот такое вот всякое этакая 5 10 то происходит глубокое глубочайшее заблуждение и вместо того чтобы иметь крепкое здоровье и поддерживать минимум каких-то там средств мы начинаем вот что-то такое выдумывать искать подставлять какие-то костыли это уже не то это совершенно нету на какое-то время это возможно там приостановит процесс так это знаете как как плотинку так установили а вода поднялась выше и пошла мимо этой плотинки или там через их так точно и здесь будет причины не убраны они работают плюс эти еще костыли мешается то есть смотреть в корень не искать какой-то вот это вот средства вот это вот то средство то она там поможет не поможет обрести здоровье надо видеть всю картину в целом видеть процессы которые лежат в основе поддержания здоровья и вот работать с ними но все остальное так просто напросто не эффективно третий вопрос я там про голод выставил то есть я начал голодать изучая книги классиков по голоданию которые написали и вообще-то разобрали что такого голод голод это когда в организм кроме воды ничего не поступает вообще-то вот это вот вот марва гонян пишет она советует на этих на отварах голодать а нету такого понятия голодания на отварах это уже просто-напросто какая-то метода диета использующие эти отвары для того чтобы вызвать те или иные изменения в организме человека все подробно разобрана почему как не смотрят и поэтому них вот может быть так знаете просто автор понравился симпатии испытывают или в меру своих познаний склонности а а мне такое голодание там допустим на помидорах или на горцах вот это вот то что надо будет вот поэтому прежде чем что-то делать надо разобраться в этом вопросе и тогда только потихонечку приступать потому что реакции ответная реакция от белочка ответная реакции у каждого из организмов они свои собственные белочка ведь и живет и думать что то что пошло у одного так и у тебя точно так же будет оказывается не совсем так может и так а может быть совершенно иначе и вот почему совершенно иначе вот тут то надо разобраться и все это по мне разбирается все это по мне понятно объяснимо и можно работать далее был задан такой вопрос вот у меня гланды вопрос удалять не удалять мол я смотрел или смотрела ваши видосы и вы за то чтобы их не удалять но их уже удалили вот как бы сказать расскажите об этом что что тут что тут получилось я рассказывал я же не самого дня рождения начал заниматься собственным здоровьем также жил бузил как и все мы живем бузим не считаясь с возможностями своего организма не возникли ангины это как раз после армии возникли все эти ангины и вопрос по незнанию как же это все дело лечить значит наша медицина доблестная да тогда удалить просто наболит удалим и все будто этим решается вопрос вот после того как я удалил примерно полгода я был очень доволен никаких анген все нормально но так как вот о чем я говорю ничего не поменялось в образе жизни и все как текло так и текло и вот такое впечатление как найти было одно отверстие для слива там разного рода зараза это ланды и они болели гнили их удалили как бы сказать дырку законопатили но все это дермецов тем не менее осталось и стала искать другие выходы и нашло через полгода начался началась будет насморк который привел гайморит ну и далее далее там то есть вроде бы устраняя одну болячку с которой там можно работать и успешно работать но не понимая этого мы получаем совершенно иную более серьезную вот это самое плохо более серьезным от которой уже так просто не справишься и если с ландами действительно там керосин будет хорошо работать то вот уже с этим вот насморком гайморитом все гораздо осложняется все гораздо осложняется но тем не менее тем не менее тем не менее вы видите меня в лучах восходящего солнца я еще жив и здоров и хожу и дышу если бы вернуться в то время конечно я бы и смол с моей сегодняшней головой я бы все это дело решил бы легко и просто но доброго здоровьица но что сделано то сделано после некоторых вмешательств вот нормализация работы организма происходит в течение нескольких лет а то даже десятков лет а то даже десятков лет как то организм не имея там того или иного органа как то научиться в конце концов работать более менее здоровой жизнью но совершенно на иных там началах доброго здоровьица поэтому удаление глант это не есть лечение это своего рода расписка в неумении лечить ну не не вылечили мы вот-вот ну не смогли ну тогда удалим да и все не понимая что этим не решается проблема она только усугубляется и я на своей жизни это прекрасно прочувствовал и мне не надо говорить что то все вот она моя шкура вот он мой организм вот я через все это прошло и знаю не по каким-то там теоретическим выкладкам а вот на себе саму а еще вспомним вопрос на чем или начала лечиться керосином от простуды от ангины и начали обостряться все болячки которые были и которых человек и не знал что они у него есть что делать ну что что делать лично я бы я бы продолжил почему потому что когда применяется то или иное средство организм начинает на него реагировать и тут надо отличаться вернее отличать вот эти вот все реакции то есть то есть это сам организм реагирует вот допустим что то ему тут не нравится либо же начинает вот там все что перечислено было те возбудители которые мирно тихо дремят и жуют организм сполошились от применяемого средства и куда то им надо текать бежать рвать когти одним словом вот здесь надо вот это вот отличить и допустим применяя далее смотреть к чему это все ведет обычно к тому что это потихонечку начинает исчезать вот это говорит о том что это средство то что надо особенно это на голоде хорошо появляется вот говорят я начал начала голодать голова закружилась мне так плохо стало буквально таки с первых же часов и суток голодания так это как раз говорит о том что голод именно то что надо сразу начал действовать на все эти болячки выводя их из организма через обустрение это уже несколько иные знания болезни сначала входит в организм человека в виде какого-то кризиса то есть поднимается температура то все там но потом вроде бы полечили или еще что-то там сделали как-то все более-менее успокоилось но так что-то там потом через какое-то время проявляется ну так ерунда терпеть можно то есть болезнь перешла в хроническую стадию а потом только раз человек там перемерз перетрудился переволновался и только опять опа то что было тут как тут вот обострение дает это так вот тут процесс излечения наоборот идет через обострение хронического заболевания для того чтобы его выкорчевать из организма это надо понимать процесс самоздоровления это интересная важная и самостоятельная наука которую бы желательно знать ну большинству не до того надо вас деньги грести метлой если есть возможность чем-то заниматься несущественным потому что все таки надо это открыть зайти в библиотеку почитать вот если знаете библиотека надо у нее пойти вот сесть открыть книжки читать в случае его что-то выписать а потом все это дело еще применить вот это видите какой процесс в этом и получается что что что-то там происходит с организмом а это там непонятное обострение чего обострение на лечение я вспоминаю отца под конец там жизни он там бывал в больницах и вот что-то там его как прихватило он в больницу все что там я в больницу вот врач добрый человек он все тут нам поможет и вот он уже пролежал там дня три недельку где-то так и рассказывается на обходе доктор ну как там а я говорит ему показываю руки смотрите доктор руки трусятся а он ну что что хочешь мелок лечение идет вот вот такие вот вещи бывают но особенно когда лечат онкологических больных лечение предусматривает химиотерапию от которой человеку становится плохо выпадает волосы подымается температура нет никаких сил но вот это лечение идет вот за которым последует якобы исцеление в некоторых случаях она бывает в некоторых случаях она нет то есть это такой если имеется там какая-то инфекция в организме закономерный нормальный процесс вот просто надо понимать его применять больше меньше чуть прекратить или там наоборот смелее действовать вот вот для того чтобы не пугаться а ориентироваться как по жизни в целом надо довольно таки много знать ну вот что я вам хотел сказать за эту прогулочку вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас в целом